всем еще раз привет пока записывал когда-то записывал видео предыдущие о том как избавиться за цветов на каноне i1 я вспомнил еще два момента которые бы мне хотелось добавить к обзору который я делал несколько месяцев назад значит два момента которые я хочу хотел бы рассказать о них я сам узнал в процессе эксплуатации первое ни для кого не секрет что в магазине сейчас большинстве своем пленка которая продается на как правило просрочена так вот если вы используете просроченную пленку ну или уже ну вот-вот только-только она вышла срока годности я бы советовал все-таки если пленка это будет допустим на iso 200 ставить iso там сколько 180 или 170 здесь следующее отделение ну то есть если у вас 200 то на одно деление ставите меньше не 200 а там получится ну 170 где-то почему то временем у пленки просто падает чувствительность с возрастом это раз во вторых у пленки динамический диапазон намного выше чем у цифры поэтому пересветить пленку немножко сложнее так вот я считаю что лучше немножко пересветить пленку но получить нормальный экспонированный кадр так как затемнить потом будет намного проще чем вытягивать яркость то лучше чуть-чуть добавить чувствительности вот второй момент многих на форуме мучает вопрос какие вспышки можно использовать с канона и один начнем по порядку начнем с того что специально к этому фотоаппарату когда его выпустили canon выпустили вспышку называется canon speedlight 155 а она разрабатывал специально для этого фотоаппарата в чем прикол на я не буду приводить ее характеристики главная суть в том что когда она цепляется на горячий башмак там больше никаких проводов не надо для вот этого разъема забыл как он называется но не суть короче она цепляется только на горячий башмак и выставляя по моему одну шестидесятую выдержку здесь она у даже помечена значком вспышки фотоаппарат и вспышка работают полностью автоматическом режиме вместе у них становятся общие мозги они начинают между собой общаться ну короче то была по сути первая автоматизированная вспышка синхронизированная с мозгами с экспонометром фотоаппарата вот ну конечно можно использовать другие спидлайты каноновский но уже автоматики не будет там придется все делать ручную что касается советских вспышек использовать все боятся использовать потому что советские вспышки которые работают от розетки у них на синхро контакте где-то от 200 вольт и бывает даже до 600 если там использовать умножитель напряжения но как правило 300 вольт но у них на синхро контакте так вот все боятся спалить вот этот canon современными цифрами фотоаппарата такие вспышки использовать нельзя спалите на хрен свой фотоаппарат с этим фотиком можно юзать все вплоть до 600 вольт в это фотоаппарата просто стоит система защиты на синхро контакте поэтому к нему можно цеплять абсолютно любую вспыху я уже на свой страх и риск попробовал ну и в общем то все нормально работает данную данная информация которая вам сейчас предоставил как говорится инфа 100 процентов она представлена в официальном в официальной инструкции выпущенная канона на английском языке на русском языке не существует но если хотите могу кстати приложить даже отрывок этой инструкции вот так вот я использовал вспышку с f3 у нее на синхро контакте что-то порядка 320 или 360 вольт когда как и все нормально все вполне работает есть пара тестовых кадров в принципе все нормально все хорошо так что в принципе не бойтесь использовать любую вспышку с этим фотиком она этот фотик переживет абсолютно все убить его довольно сложно вот если будут какие-то еще потом мысли идея буду дописывать новые видосы сюда выкладывать делать прикладу какие-то там свои тестовые снимки так далее так далее будем учиться разбираться в общем повышать культуру пользования этим фотоаппаратом ну удачи ребят